Добрый день! Вы смотрите ежедневный обзор фондового рынка в Нью-Йорке. В августе создано 169 тысяч новых рабочих мест. Многие рабочие места, созданные в июле, прекратили свое существование. В то же время данные по безработице упали с 7,4% до 7,3% благодаря тому, что многие безработные перестали искать новую работу. В начале торговой сессии акции повышались благодаря возможности пересмотра прогноза на решение Федрезерва начать постепенное пристановление скупок облигаций в этом месяце. И этот прогноз возник в результате оставляющих желать лучшего данных по безработице. Однако после заявления Владимира Путина на саммите Большой Двадцатки, что Россия будет продолжать поставлять оружие Сирии и намеренно помогать стране в случае атаки, акции стали резко падать. На данный момент Дао Джонс в упадке на 82 пункта. Казначейские доходы по ценным бумагам за 10 лет упали на 9 пунктов, сразу после публикации данных по безработице. Золото повысилось на 14 пунктов. Нефть стоит 109 долларов 58 центов за баррель. Вот и все на сегодня. С вами был Даниил Векслер. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok